Россиянин приехал на Гаити помогать обездоленным, но сам чуть было не пострадал. Причем тут стихии ни при чем. Местные жители виноваты. Евгений Ганеев отправился в город Джереми, разрушенный ураганом Мэча. Дома разрушены. В основном, если какие-то прочные дома, то крыши сорваны точно везде повсеместно. Если менее прочные, то и сами дома разрушены. Многие домики, просто сложившиеся, как карточный домик, просто превратившиеся в горку мусора. Город Джереми пострадал на Гаити больше других. Там оказались разрушены более 80% всех домов. Поэтому Евгений и его помощник отправились именно туда. Взяли воду, рис, масло, макароны, целый пикап, набитый продуктами. И раздавать решили прямо из машины. Но желание помочь чуть было не обернулось трагедией. Местные оказались очень агрессивными и непредсказуемыми. Они просто напали на Евгения и его помощника. Налетела толпа, начали все разбирать, раздирать, захватывать машину, пролезать в машину, на машину. То есть на машине у меня было не менее 10 человек. Сверху, на крыше, на капоте, на долбовом стекле, в кузове, везде. Так что раздача была очень такая рискованная. И потом мы узнали, что раздача, которая делается от правительства, они в сопровождении военной охраны. Около 15, не меньше 15 военных, если вода раздается или еда, то не меньше 15 военных, которые хоть какой-то коридор там образуют, чтобы люди подходили, получали. Продолжать в том же духе было, на самом деле, просто опасно, поэтому россиянин решил действовать иначе. Чтобы помочь людям и самим не пострадать, выдавать еду решили в руки конкретно нуждающимся. Стоят, допустим, мама с ребенком, просят что-то. Подъезжаем, выдаем пачку риса, три пачки макарон, две бутылки воды и по газам быстро, пока не налетела толпа. Потому что реально все мгновенно происходит, и просто не успеваешь. Все и по газам. Пару кварталов проехали, снова смотрим, кто стражащий, кто стражащий. Смотрим, ага, вот тут разрушенный дом, смотрим, заглядываем, ага, тут какие-то дети, значит. Подъехали, подозвали их, передали. Все, и снова по газам. Бизнесмен Евгений Ганеев, как уральский супермен настоящий, срывается туда, где требуется помощь. Делает это добровольно и на свои личные деньги, и личное время, соответственно. Гуманитарная поездка на Гаити для него далеко не первая. Впервые вот так волонтером он начал работать в 2010-м, когда тушил пожары в Свердловской области, и тогда же понял, что это его призвание. После ездил уже пострадавший от наводнений Крымск на Филиппины, Донбасс и в Сирию.